Аналоговая фотография, тема нашей беседы. Виктор Игнатов, фотограф. Доброе утро. С вашего позволения, лёгкое вступление. Совсем недавно я отнёс в один из известных магазинов на проспекте мира целую гору негативов. Ну просто, и мне там посчитали, что-то аж чуть ли не на две тысячи, ну что получится, что не получится, чтобы перевести в цифровой формат. То есть наши негативы лежат, мы о них забыли. И, кстати, те негативы, которые, хотя их назвать негативами ещё нельзя, то есть та плёнка, которая оказалась вот в этом футлярчике, она может прийти в негодность, как мне сказали. Может, конечно. В общем, что значит аналоговая фотография, и почему мы к ней возвращаемся сегодня в век цифровой технологии? Про аналоговую фотографию, наверное, нужно попроще объяснить, не вдаваясь в технические подробности. Да, что из себя представляет аналоговая фотография? Принципиально это то же самое получение изображения, что мы делаем сейчас, но есть у нас плёнка, используется как подложка. Эта плёнка пропитывается специальным химическим составом. На заводе уже, да? Да, да, конечно. Не нами, не нами. Не нами, не нами. Химическим составом, который является светочувствительным. И когда мы ставим фотоаппарат, заряжаем плёнку в камеру непосредственно, свет проходит через весь этот путь и попадает на светочувствительную плёнку. И в процессе ещё несколько химических этапов, и мы уже видим фотографию, как она есть. Хорошо. Почему сейчас мы это вспоминаем? Ну, казалось бы, ушли в прогресс. Намного проще сфотографировать на телефон, на цифровой фотоаппарат. Зачем это сейчас нам? Ну, споры ведутся до сих пор, на самом деле. Почему оно возвращается? Ну, опять же, если мы говорим про возвращение, потому что кто-то от плёнки-то и не отказывался совсем. На, там, известные режиссёры, да, там, Тарантино до сих пор на плёнку снимают, и всё в порядке. Почему сейчас современное поколение цепляется за вот эту аналоговую фотографию? Вопрос хороший. Я ответил себе на него таким образом, что в эру доступности снимка, когда мы, там, телефон у каждого под рукой, достал, сделал селфи, и всё готово. Такая фотография приобретает ценность, потому что получить её сложнее. То есть сам процесс труднее. Если ты сделал фотографию... И интереснее, соответственно. Намного интереснее, да. Для тех, кто занимается этим делом. Если ты получил такой снимок, то ты уже постарался, ты напрёк мозг, ты заморочился, ты сделал там определённые процессы, и как минимум просто зарядил плёнку туда, в камеру. Это нелёгкий процесс. А сама фотография, она при этом отличается? Ну, как есть же, музыку можно послушать на хорошем, крутом, там, устройстве для воспроизводства, а можно на граммофоне. Это будет совершенно разный звук. С фотографией так работает, что здесь другое изображение? Работает однозначно, но тоже в несколько сторон это работает, потому что, если говорить про качество, к которому мы привыкли сейчас, там, 3D, да, всё это дело, зависит это всё от качества самой плёнки. То есть, когда мы покупаем плёночку, допустим, там, за 300 рублей какую-то, условно говоря, то мы не ждём сверхвысокого качества. Но подход здесь такой, что нам оно и не нужно, это качество. То есть, мы, никто не пытается скопировать полностью реальность, да, кальку, так скажем, сделать фотографию с определённым творческим, так скажем, фильтром, да, фильтры современные такие понятия. Бери, покупай, заправляй щёлкой, да, она уже будет аналоговая, она уже будет иметь отличие от цифровой, как вы сказали, как в процессе, так и в проявке, да, но и готовая работа будет иметь некий шум, да, который тоже, как мне кажется, даёт фотографии некий шар. Ну, правда же? Определённо. Конечно, атмосфера существует, и даже вот сейчас в программах, в приложениях есть фильтры, которые накладывают вот этот шум. Старину. Старину накладывают царапины, чтобы придать вот эту атмосферу плёночной фотографии. Ну, всё, Виктор, я слышал, что в последнее время производители вот этих плёночных, вот этой плёнки, да, для фотоаппаратов, они претерпели изменения. Крупные заводы намного сократили, да, производство этого продукта, кто-то объединился. Вот вы сказали, назвали цену в 300 рублей. А это за сколько кадров? И какой есть потолок, допустим, у плёнки? 24-36. 24-36. А за сколько можно купить? Ну, максимально, если, как вы говорите, допустим, хорошего качества. Смотри, максимально за сколько можно купить? Ну, сложно сказать, сложно сказать, там, десятки тысяч рублей. То есть может быть, да, за 36 кадров, да? Например, такая вот светочувствительная. Я больше скажу, есть вот это привычный нам стандарт плёнки, да, 35 миллиметров. Есть плёнка большего формата, средний формат называется. И там, в так называемой катушке, там всего шесть фотографий. Ух, то есть шесть раз можно щелкнуть, да? Шесть раз можно щелкнуть и заплатить 2000 рублей. Ошибки недопустимы, да? Абсолютно, да. Что касаемо техники, понятно, что плёнку можно купить в магазине, но, как мне кажется, плёночных фотоаппаратов сейчас в свободной продаже не встретишь, имеется в виду, зашёл, купил, да? Нужно, наверное, заказывать через какие-то маркплейсы, там, не знаю. В основном это бу-рынок, конечно, процветает. То есть у всех, у многих сохраняются камеры ещё с тех времён, например, вот как вот фотоаппарат, который... Вообще раритетный. Да, и чаще всего у многих с этого и начинается... Знакомство. Знакомство, да, конечно, с аналоговой фотографией. Ты находишь старый фотоаппарат и думаешь, ну, работает. Но это же ещё работает в том ключе, что раньше было так, а почему бы не попробовать? Правда же? Ну, конечно. Сейчас у нас есть возможность купить либо цифровый фотоаппарат, либо крутой телефон, да? Но зато попробовать, как это делали 20 лет назад, как мы переживали за каждый кадр, да, и попросту так его не расходовали. Прежде чем щёлкнуть на затвор, мы аккуратно всех рассаживали, да, чтобы не было промаха, и получали фотографию. Но если у вас, конечно, есть сейчас готовые негативы, то их надо цифровать. Но это моё мнение. Как вы, что скажете по этому поводу? Негативы довольно долго хранятся, но при правильном подходе, так скажем, принадлежащем уходе... В киноте, наверное, да? Да, и не только, да. Они достаточно долго хранятся, и сейчас существуют там негативы, которым там по 170 лет, их спокойно можно проявить, распечатать и пользоваться. Что касается новичков, если, например, ты хочешь попробовать себя именно как фотограф, возможно, даже не любителя, а в будущем профессионал, стоит начать с такой камеры? Или это уже для тех, кто натренировался на цифрах? Да, познал лазы. Возможно, это можно воспринимать как курс молодого бойца, потому что в современной фотографии, в профессиональных камерах очень важно уметь настраивать всю технику вручную, то есть полностью ручная настройка. То есть из-за тебя режим автора работать не будет? Не будет, он будет, но как он будет, это уже другой вопрос. Плёночная фотография, вот такие фотоаппараты, особенно такая техника, она не позволяет нам пользоваться автоматическими благами современной техники. Вот это уже поновее камера, здесь можно уже поставить автоматический режим, как бы и щелкать, да? Но откопать старую камеру где-нибудь в кладовке, попробовать на неё поснимать, всё выставить вручную, ну, оно того стоит однозначно. Ну, это, конечно, и задействован свет, да, и вообще в целом умение правильно нажать на кнопку затвора, в нужный момент точнее, да? Хорошо, такой вопрос. Сейчас не так много, их вообще мало, магазинов, которые работают с негативами, да? Раньше, помните, там очереди были, да? То есть мы отдавали только в путь, тратилось такое количество денег, помню, чтобы заполнить пустоты в фотоальбомах. Сейчас, если доступны, например, приборы для проявки дома, в домашних условиях, ну, опять-таки, для начинающих, так скажем. Дорогостоящие весьма оборудования, они стоят в лабораториях, опять же, можно воспользоваться советским оборудованием, оно стоит копейки. А реактивы? Тут даже тоже нужно это все воспользоваться. И вовсе все это можно купить в тех же фотолабораториях. То есть для любителей все осталось так же, да? Все осталось так же. К сожалению, да, для ценителей все осталось так же, но их осталось не так много. Меньше гораздо меньше. Меньше. Поэтому делайте выбор сами, если вы уже познали полностью работу цифрового фотоаппарата, да, своего мобильного телефона, почему бы не поэкспериментировать себя вот в таком аналоговом снимке. Вам большое спасибо. Фотограф Виктор Игнатов был на сегодня в гостях. Продолжим эфир. Продолжение следует...